Деление на классы какого-нибудь массива характерно для самых разных наук вот если вы возьмете ботанику до ботаники есть разные классы растений есть растение вечно зеленые есть травы есть деревья банан это что дерево или не дерево не недели трава но большая трава большими есть однолетки есть многолетние растения значит делятся они по виду там своих корней землей зацветий существует вот такие вот указатели такой толщины определители растений вы можете гулять по лугам по лесам и смотреть сколько какие тычинки какие песни какие лесочки какие цветочки и определить что вы нашли вот мы так со своим дядей нашли валерьянку в лесу и две штуки принесли россия такой длинный раз в чем-то так на из косеет такие розовые цветочки принесли кошки там вокруг него умирали вокруг этой валерьянки которым принесли но так бы мы прошли знать не так вот такой у нас определитель был и мы вычисляли нашли мыльный корень например который так потрешь с водой и так и также пена хорошо маленькая такая травка растет на лугах вот то есть для того чтобы изучали обилие такое обилие растений которые есть нужно классификации какая-то правда и отсюда и понять и то есть классы это такие большие группы на которые делятся растения вот таким образом после того как накоплен материал научный можно нужно его классифицировать поэтому деление на класса это не какая-то особенность скажем общественной науки что вот тут значит занимается классами а это вообще характера науки если у вас речь идет о десятках сотнях тысячах или там 10 больше большем количестве видов тех предметов которые вы изучаете надо классифицировать иначе это невозможно ну а вот скажем если речь идет о зоологии по видах животных тут своя тоже классификация как обычно классифицирует по каким признакам классифицировать животным под по тем признакам которые говорят о том как они чем питаются и по тем признакам которым видно как они защищаются от врагов грубо говоря по зубам и копытам вот они как те же самые лошади они копытами могут так ударить что человек может сильно заболеть или умереть там скажем рога у коров и быков и так далее но вы знаете что есть целые соревнования когда бега бывает быков не все живыми люди оттуда которые участвуют в этих соревнованиях уходит есть сариадоры мотадоры и тут собственно и проявляется что какая сила есть в этих животных ну иногда бывает сложности например утконос куда его отнести вроде как нос как у утки а является млекопитающим или это вот пограничный такой элемент или а граница что такое вот в диалектике как называется что такое граница кто скажет вообще-то это дело не не рассматривали а предел тут ни при чем граница одна и та же определенность которую соединяет и разделяет два нечто одна и та же определенность которая соединяет и разделяет два нечто называется границы этих нечто одна и та же определенность которая соединяет и разделяет два нечто вот сейчас я вам приведу пример недалекий у нас счет что лекции лекция нас соединяет мы же на лекцию пришли так вы пришли слушать лекцию я пришел лишь и читать лекция на соединяет а тирио лектор а вы слушателя это нас разделяет правильно то есть она лекция на соединяет и разделяет одновременно некоторых в так примитивную понимаете антидиалектичную границу как вот какая-то черта которая там или даже если вы возьмете нейтральную полосу как границу между государством кому принадлежит нейтральная полоса нейтральная потому и нейтральная что она принадлежит и тому и тому и не тому и не тому государству правильно нельзя сказать кому она то есть можно и то и другое сказать тому и тому и не тому не там то есть она одна и та же определенность которая соединяет разделяет два нечто. Когда два государства дерутся, это граница вражды. Когда они дружат, она их соединяет, граница дружбы и так далее. Ну вот, поэтому иногда бывает при классификации трудно отличить, что относить. Например, в растениях характеризуется тем, что они в хлорофилловых вернах под воздействием света и при наличии поступления минеральных веществ с водой, вот они могут вырабатывать белки. А животные не могут вырабатывать белки. Они могут из одних белков делать другие, более сложные. Съели рыбку, а рыба у него и головоглазая, и хребет, и плавники. Она прямо там живых продает сейчас в рыбных магазинах. Вот сейчас придут, ее убьют, разрежут, поджарят. У меня детские впечатления такие. Мама покупала карпы, его разрежут, в муке изваляет, он лежит на сковородке, и все шевелится, и глаза еще, и рот открывается. Это ужас какой-то. Даже если что-то не хочется и есть. Ну, поскольку мы не присутствуем, при том, как делают сосиски. Как бы это само собой. Но только почему-то знаем, что вот есть бараны, а есть козлы. Но с кем лучше быть? Вот баранов гонят туда, где техника, где техника, которая будет перерабатывать, чтобы этот снег в шкору снять, перемолоть и сделать сосиски, добавив туда то, что необходимо, чтобы сосисок было много, гораздо больше, чем мясо. Раза два, три, четыре. И ведет их козел. А перед самим заходом на мясорубку диверсия открывается, козел в сторону уходит, а бараны продолжают туда. Но если бы один раз поприсутствует, при этом, я думаю, вряд ли вы ели эти сосиски. Это страшное дело. Ну, поскольку, как бы, это нас не касается. У нас зато есть люди, которые только в овощи потребляют. Морковка ж тоже могла вырасти, у нее цветочки появились, потом семена черненькие. Потом поселилась, посели семена, и выросла снова морковка. Раз ее из хромоли. Чем это лучше? А, дескать, морковке не больно? Не знаю, я не был морковкой. Ну, может, и не больно, но, вообще-то, она тоже живая. Картошка тоже живая, она вот сейчас как раз прорастает, а вы раз ее и поджалили. Это убийцы картошки прямо. Можно подумать, хлеб делает не из зерна, которое могло бы вырасти. То же самое. Ну, все, ну, что, ничего не поделаешь. Мы, животные, с вами, мы, так сказать, под угрозой смерти должны потреблять белки, и тогда из этих белков что-то делать другое. А есть граница между растениями и животными. Такие вот есть растения, у которых нет хлорофилловых зерен, поэтому им свет не нужен, они могут расти в темноте и растут в темноте. И по качеству их плоти такой же, как белок, который они вырабатывают. Он вырабатывается из того белка, которым они располагают, как, скажем, та среда, в которой они выращиваются. Это грибы. Подосиновики едят то, что подосинами валяется. Что там валяется? Листья, остатки, растительные остатки всякие, всякого рода, кусочки веток и так далее, перегнившие. Получаются красивые подосиновики с красными или оранжевыми головами. Подберезовики, подберезы. Белые вообще, где хотят, там и вырастут. Необязательные, они в первой категории грибы и так далее. Но есть шампиньоны, которым не надо ни берез, ни осины, вообще им все равно. Шампиньоны можно вырастить в каких-нибудь заброшенных тоннелях, где света нет, ничего нет. Вот туда загружается нечто вроде какой-то смеси, опилок с соломой. Туда мицелий кладут, то есть это споры. И они, значит, постепенно, грибница разрастается, потом раз, охлаждают. И когда охлаждаются, раз, и вырастают эти самые грибы, шампиньончики. Их не везут в ларьки, и вы можете купить и сделать себе жаркое или грибной суп. Куда их отнести? С одной стороны, они ведут себя как животные, потому что они не выращивают никаких новых белков, а только потребляют... Сейчас лекция не могу говорить. А с другой стороны, ну, ясное дело, что они не животные. Они растут, растения укоренены. Ну, короче говоря, вот приходится их относить к границе. То есть граница одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. КДНД спрашивает, вот куда вот отнести таких людей? Вот рабочие, а вот нерабочие. Допустим, вот рабочие, которые одновременно выполняют функции инженера, функции изобретателя, функции конструктора. Бывают такие рабочие? Бывают. Толково. Им принесут, как они, вот чертеж, они посмотрят, он говорит, ну, это дурость, это глупость, ее поправят, поправят, пойдут конструктор объяснять ему, что такие чертежи не делали, согласуют с ним, и потом пойдут на станок, и на станке сделают как надо. А есть такие конструкторы, которые им рабочим не дают, так ему дашь, он там запорит, сейчас пойду, сам сейчас сделаю, получится, после этого я ему дам чертеж, и пусть сделаю, как положено. То есть этот конструктор выполняет функции рабочего. Когда он конструктор, у него какая задача? Идею сделать станка или идею деталей, правильно? Идею. То есть непосредственным результатом его деятельности является идея. А непосредственным результатом труда рабочего является что? Какой-то материальный продукт. А непосредственным результатом труда, скажем, преподавателя, что является? Ну, как бы у парикмакера, обработка голов, сколько парикмакер тут стрижется, а тут, значит, как бы нам поручено заниматься обработкой изнутри. А так, примерно то же самое, как бы мы парикмакеры, только не такие. Ну, а у ученых они что-то, чем? У них непосредственный результат идеи. Вот, скажем, наши преподаватели обязательно должны быть и учеными, иначе их вообще не преподаватели они. Такие требования предъявляются к преподавателям в высшем учебном заведении, но не предъявляются в школе. Никто в школе не требует от учителя, чтобы он ввел научную работу. И в техникум, наверное, это в УЗИ обязательно. А если вообще начать это деление, классифицировать все виды деятельности, получается классификация, состоящая из трех видов деятельности. Это непосредственное производство материальных благ или энергии. Это труд, который непосредственно материально-производительный. Раз. Второй труд – это услуга. Услуги – это труд, направленный непосредственно на человека. Человек преобразовывает не вообще природу и не материальные блага, а самого человека преобразовывает. Это труд учителей, врачей, преподавателей. Это труд тех, кто работает водителем автобуса. А те, кто работают водителями не автобуса, а водителем грузового автомобиля, они, их результатом является преобразование природы. Вот смотрите, здесь стоял груз, а потом он его погрузит и повезет, теперь там будет стоять. Вот в чем задача транспортного рабочего, да? Водителя, грузовика. Или, скажем, вот вы сели на грузовой самолет, никто вас туда не посадит, не сели. Вы сели на пассивирский самолет. Ну, чтобы вы не боялись лететь, парашюты вам не выдают. Заодно не выдают и составу, который управляет самолетом. Потому что, если всем выдать, то те, кто управляют самолетом, это уже проверено, они первым делом выпрыгнут. Ну, может, не все, но некоторые. И кончится это делом тем же самым. Поэтому они должны бороться до последнего за вашу жизнь, и им никаких парашютов не выдают. А если вы на военном самолете летчик, который выполняет какие-то военные задачи, ну, его тогда задача преобразования природы. Вот стоял дома, больше не стоит, если это бомбардировщик. Летел самолет, больше не летит. Преобразована природа. Раз, и все. А если вы на грузовом самолете, так вы из точки А в пункт Б переводите грузы. То есть вот представьте себе землю, вот здесь стояли контейнеры точки А, а теперь та же самая земля, теперь стоят контейнеры с точки Б. То есть летчик грузового самолета непосредственно преобразовывает землю. Хотя, если вы посмотрите на труд обыкновенного, скажем, токаря, он что делает? Он берет и лишний металл удаляет, и остается то, что надо. Вот это то, что надо, это то, что он вытащил. А все остальное не надо, он в отвал сбросил, а потом оттуда это вот то, что в рост на баталл на перекладку отправляет. Вот, следовательно, у транспортных рабочих, у транспортников, у них тоже труд материально-производительный. И хотя вот они, кажется, за банкой тот и другой, вот разные функции. Вот летчикам грузовых самолетов выдают парашюты. Потому что, если они увидят, что дело швах, то они могут, значит, на катапульту нажать и вылетели. И спастись. То же самое военные летчики. Ну, если вы сели с хорошими удобствами, там, в бизнес-класс, то, извините, марашюты в бизнес-классах не выдают. Тут уж, как говорится, кому так повезет. Ну, в целом, надо сказать, что жертвы от воздушного транспорта гораздо меньше, чем от обыкновенных автомобилей. Так что не надо так вот травматизировать. И на поездах меньше. Не хотите, чтобы был жертв? Не летайте, не ездите. Ходите пешком. И тогда не стойте только на остановках, когда на них наезжают регулярно. Вы заметили, наверное, да? А можно пойти, споткнуться, упасть. И вот как Тюльпанов упал в бане. И все. И похоронили на следующий день. А был член Совета Федерации. Раньше у нас был председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга. Так что жизнь, она полна всяких неожиданностей. Занимайтесь спортом и приучайтесь быстро реагировать на изменения обстановки. Если вы падаете, подумайте, как не разбиться. Нас, когда мы занимались самбо, прежде всего, прежде чем вообще дали заниматься борьбой, сначала учили падать вперед. Можно сказать так, чтобы ты мог вот так прямо весь падать. Вот такие руки пружины. Назад не учили вообще падать. Право падать. Если вы падаете назад, да, наверное, направо или налево. И так, чтобы как бы перекатились. И так далее. Ну, надо научиться падать. Ну, пойдете и упадете, что-нибудь сломаете. Зачем это вам надо? Это не надо. Вот. Так что вот эта разница в видах труда, она очень существенная. И всего существует три вида. Материал. Непосредственно. Труд, непосредственным результатом которого является материя, ее преобразование. Труд, имеется в виду не человек, кроме человека. Непосредственно направлено на человека. То был материально-производительный труд, а это услуга. Любая. Медицинская, образовательная услуга. Все услуга. Транспортная услуга. Везет вас. Водитель автобуса или водитель такси. Или рикша. И так далее. Дальше. И труд, результатом которого является какая-нибудь идея. Например, программа. Вот сейчас нынешние программисты при всей своей важности думают, что они создают материальное благо. Очень многие. Или очень многие люди, которые вообще не знают, что такое программа и не понимают, то они думают, что если программирует большую важность, то это следует на материальное благо. А что, идеи важности не имеют, что ли, никакой? Человек-то идеями отличаются, не материальными благами. Все едят. Сосиски не едят, правда, но мясо едят. Тигры съедают. Слоны много едят. Гораздо больше нас. А вот по части обладания сознанием у нас конкурентов нет. Поэтому плоды людей, если плодом вашего труда является идея или переработка этой идеи, или обработка этой идеи, в какой бы то ни было форме, это труд духовный. Духовный труд. И путать вообще материальные блага и идею не надо. Некоторые думают, что при коммунизме исчезнут различия между материальным трудом и производительным трудом, и трудом духовным. Не исчезнут, потому что как могут исчезнуть различия между материей и сознанием? Могут исчезнуть. Это если у вас такое сознание, что ничем не отличается от материи, это странно. Как такое может быть? А вот между людьми и физического умственного труда, это другое дело. Чтобы исчезли социальные различия между людьми, физического и умственного труда, надо, чтобы рабочее время было очень маленькое. Скажем, часа четыре или три. Три часа – это много или мало? Ну, как сказать, вот у меня, например, в этом семестре очень много нагрузки, я страдаю. А в том семестре у меня было в понедельник две пары, четыре часа, и другие дни не было. Ну, очень даже было и неплохо. Я не то чтобы не трудился, я занимался научной работой, писал статьи, книгу и так далее. Но это другое дело. Одно дело – писать книгу, а другое дело – преподавать за определенный день. Так вот, если я три часа работаю, а пять часов – свободное время. И вот у вас пять часов тоже свободное время, а три часа вы работаете. Часто не так. Вот вы пойдете на работу – где это свободное время? Только разговоры сейчас мы поговорим. Сейчас у вас свободное время. Сейчас вот вы сидите и развиваетесь. А свободное время – это время для свободного развития. Правильно? Вот. А потом скажут – так, нечего тут, чего думаешь, некогда думать, давай работать. И так далее. И это сделай, и то сделай, и пятое сделай, и десятое сделай. У вас было много начальников, много заданий. И всем кажется, что вы мало делаете, а вам кажется, что много делаете. Ну вот, если будет наступить такое счастливое время, когда вы три часа работаете в общественном производстве или в другом каком-то, даже занимаетесь другим общественно полезным трудом, и пять часов – у вас свободное время. И пять часов вы играете на скрипке. А так вы вот на своей работе, на станке работаете. Вы кто – станочник или скрипач? Ну, если вы пять часов работаете на скрипке, так занимаетесь музыкой, музыкальным искусством. А три часа только вы на станке – такой скрипач. Поэтому различие по тому, по положению производства, оно начинает преодолеваться. И преодолевается таким образом. То есть преодолевается не за счет того, что различие в видах труда преодолеется. Нет, преодолеется различие между людьми социальные, чтобы не получилось, что один занимается только одним, а другой занимается только другим. И вот из-за того, что у нас такое существует разделение труда между людьми, появляется такое явление, как профессиональный идиотизм. Знаете, что такое? Идиоты, знаете, такие? Вот вы в какой-то области, вот в конфликтологии, вы большой специалист. Потом шаг в сторону, там, где неконфликтология. И хорошо, если философия нас спасет от этого, что там какую-то глупость такую не наговорить. Шаг в сторону – это там какие-то идиотские какие-то мысли или идеи. Причем у самых способных людей. Они вот в своей области, то есть он, как бы, вот ставьте плюс вот в этой области. Он тут на переднем крае, он не читает эти дурацкие, пустые там журналы или газеты, которые он знает, что они низкопробные. А он читает серьезные научные произведения в этой области. И здесь у него плюс, плюс, плюс. Он шаг в сторону, а там он читает что? Ну, то, что ему напишут в газетах, то, что он в каких-то словарях нашел, еще где-то у кого-то узнал, что ему по радио сказали, по телевизору, от журналистов. Вот я журналистам преподаю. Вы что думаете? Они вот так ходят, как вы, гораздо хуже. Сидят там три журналиста, я им преподаю 56 часов, вам 32. И еще там есть курс рекламы и связь с общественностью. Не курс, а отделение такое. Вот я наблюдаю, у нас высшая школа журналистики и массу. А потом они будут вас учить в газетах, всему. Журналисты же все знают. И это они знают, и то знают, все оценивают. И люди вот читают, думают, если он возьмет газету, все образованные люди. Они думают, что они-то получат. У меня такая была ситуация, когда я докторскую защищал свою. Был у меня официальным оппонентом профессор Мишин из Нижнего Новгорода, доктор философских наук. Очень крупный, очень серьезный. А я до этого занимался политэкономией, а потом стал заниматься философией. Я кандидат экономических наук. И вот он говорит, Михаил Васильевич, а чего вы тут все ругаете этих политэкономов? Это же я вот читал, говорит, в вопросах экономики. Там как раз вот такие идеи, которые вы ругаете, они там вот присутствуют в серьезных статьях, в фунале «Вопросы экономики». Я говорю, Василь Иванович, а вы «Вопросы философии» читаете? Да это гадость. Да там чушь такая. Там что так они несут? Я говорю, так вы читаете «Вопросы философии», вы философ. И знаете, что там чушь. А я экономист, я читал «Вопросы экономики», и я знаю, что там. А, ну, тогда он успокоился. А люди думают, что вот они вот почитали, так сказать, ну, как бы для образованных людей литературы, и стали образованы. Нет, это уже не то, это уже отраженный свет. Это как загорать под луной. Под луной можно загорать? Что? Ну, если сильно постараться. А что так уж так сильно? Берешь вот этот коврик, ложись и горай. Чего такого? Сейчас коврики с подогревом даже есть. На даче есть. Раз, какой-нибудь подключил. Ну, какой у луны свет? Свой или солнечный? Солнечный. А? Да я не спрашиваю, отражается не отражается. Я спрашиваю, солнечный, какое мне дело до этого? Отражается на месте? Я спрашиваю, солнечный, вы как-то все время как-то стараетесь? Я сюда, вы туда. Я туда, вы сюда. Вы отвечаете на вопрос. Я спрашиваю, надо очень постараться. Что тут стараться? Я спрашиваю, можно загорать или нет? Я же не спрашиваю, надо много загореть, сильно загореть. Вы скажете, что такие белые? Я, говорит, все лето загорала под луной. Ну, загорать можно или нет? Если отраженный свет, как нет? Это интересно. Вам объяснили уже, вот товарищи, как специалисты объяснили, что это отраженный свет. То есть, солнечный свет падает на вас. Не лунный, а солнечный. Ну, стоит зеркало. А что, вот если бы у вас стояло зеркало, в зеркало бы светило солнце, а вы бы тут лежали под этим солнцем. И что, вы бы не загорели? Загорели. Ну, а луна такое зеркало? Ну, понятно, какое. Далеко, во-первых. Во-вторых, маленькое. Так она как бы и большая, но уже на таком расстоянии довольно маленькая для этого. И в-третьих, так сказать, ну, отраженный свет, он проходит в том числе и через толщу нашей атмосферы. И лучи электрофиолетов задерживаются. Ну, от солнца тоже проходит. Но если бы от солнца лучи не проходили прямо вот через нашу атмосферу, то они бы нас сожгли, как известно. А вот, а тут они где-то там сначала упали на луну, потом они отражались и тоже пошли через атмосферу. Но это же солнечный свет. Так под солнечным светом можно загорать или нет? Как-то вы такое-то сомненцы. Вот, вот уже одному человеку ясно, что. Ясно, что можно. Под солнечным светом можно загорать. Другим не ясно, что под солнечным светом можно загорать. Ну, вместо того, чтобы сказать, что долго надо будет, малоэффективно. Только тогда и скажите, а я не призываю вас загорать. Я просто спрашиваю, можно или нет. Тем более, вы меня не можете запретить загорать под луну. Даже если вы скажете все, нет, я все равно пойду лягу и буду загорать. И никто меня не переубедит. Тем более, что мне вот сказал человек кульфицированный, это свет солнечный, но отраженный. Ну и все. Можно подумать, что люди, которые едут в подводные лодки и смотрят прямо в перископ, что там прямо-то перед тем, куда они смотрят, что там? Вода там. А они видят, что наверху, потому что стоит зеркало, потом еще зеркало. И вот они видят, что там наверху происходит. Но смотрят они прямо. А люди, которые смотрят, ну не будем так далеко забираться на море. Пойдите вот на улицу, посмотрите, водители смотрят. Зеркало направо. А они хотят посмотреть, что сзади. Так они смотрят назад. Нет. Так у них уже голова отвалится на них смотреть все время назад. Они смотрят или влевое, или влевое, или влевое, или влевое. Боковое. И видят что? Ну кто не привычен, так сказать, к этой водительской профессии, не привычен к езде, ему это и трудно так понять, кто там едет, откуда. Потому что, когда он смотрит назад, это не то же самое, что смотреть вперед. Ну по себе она привыкает и хорошо понимает, кто где подъезжает. Может его задеть или нет, или куда надо отъехать. Ведь она на отраженное еще смотрит картину. Свет попадает сначала в зеркало, потом к нему. Что тут такого особенного? Ну считайте, что там вместо автомобиля, там луна. Луна вот сейчас отражается. Ну что такого здесь? В чем сложность? Ну другое дело, что вот когда это происходит в науке, когда люди все время, человек какой-то написал, а этот человек так списал с того, кто это знал, а тот, ну он знал это по наслышке, а тот, который не по наслышке и первоисточник для вас, скажем, далек. Вот тогда это то же самое, что загорает под луной. Почему я говорю? Что надо брать первоисточники. Иначе это пустая трата времени для науки, для образования. Пустая. Во-первых, у гениальных людей вы можете научиться и запомнить это. Потому что гениальные еще и пишут так. Может это трудно, но запомнишь. Это легко, но ничего не останется. Ничего не останется в голове. То есть человек вам что-то читал и пересказал вам. А вы пересказываете читать. Зачем вы эти пересказываете? Вот если вы изучаете гениальных людей, это как для вас бесследно проходит или не бесследно? Не бесследно. А если вы пустых людей все время изучаете, какой вы будете человеком? Вы что изучали, такой будете. Это ясное дело. Скажите мне, кто ваши учителя и все. Вот, например, Маркс. Он спрашивает, ваше отношение к Гегелю? Он говорит, мое отношение к Гегелю очень простое. Гегель мой учитель. Он говорил там о том, что это идеализм, критиковал его и прочее. Но, когда спрашивает, а ваше отношение к Гегелю? Гегель мой учитель. Ну, понятно. Но с учительным же не во всем должны соглашаться. Вот, скажем, я у вас преподаю, что вы обязаны со мной соглашаться во всем, что ли? Нет. Вы послушали и сделали по-своему. Меня так учили. Послушай, особенно вот представители старшего поколения. Им нужно, чтобы их выслушали. Больше ничего не нужно им. Если вы не хотите ругаться с своими родственниками, более взрослыми, скажем так, то вы должны так внимательно слушать, что бы они ни говорили. Или несли, как вам кажется. Вы слушайте, заслушайте. И уже в них отлегло. А дальше вы пошли и сделали, как хотели. И все будет хорошо. А если нет, это я не буду. Ах, не будешь. Такой-сякой, такая-сякая. И пошло. Зачем это надо? Ну, спокойно. Меня научил этому декан экономического факультета, профессор Моисенко, участник Великой Отечественной войны, командир полка Катюш, кавалер ордена Александра Невского. Миша говорит, выслушай и сделай по-своему. Замечательный рецепт. Дарю бесплатно. Сам не придумал. Мне тоже бесплатно досталось. Очень хороший. И все хорошо у меня со старшим поколением. Никогда нет конфликтов. А сколько бывает конфликтов на этой почве? А-а-а. Я тебе одно. Ты свое. Все. Вот. Ну, вот мы сейчас очень с вами, сказать, интересную вещь разобрали. Какие бывают виды труда. Расклассифицировали всего три вида труда. А вот теперь существует классификация уже самих трудящих, самих людей. Одни трудятся, другие не трудятся. А есть люди, которые являются иждивенцами. Да? Есть кто такие иждивенцы? Которые живут за счет родственников. Причем иждивенцами, значит, называют в положительном плане тех, кого и надо содержать. Маленьких детей, инвалидов. Да? Их нужно содержать. Они своим трудом прожить не могут. И поэтому этих иждивенцев частично содержат государство или частично их содержат родственники. Так? Например, если человек живет чужим трудом, он кто? Можно сказать, что он эксплуататор? Иждивенцы же живут чужим трудом. Но дети живут трудом родителей. Почему? Вот кто больше любит? Дети родители или родители детей? Родители. Причем? Потому что они все и кормят, поют, воспитывают. А потом думают, а вам отомстят ваши дети. За ваши отношения к нам. А дети воспринимают это как должное, что им дайте то, дайте это, дайте вот это, хочу то, хочу то, хочу то, купи то, купи это. Можно их считать, детей, эксплуататорами? Ну что вы, зачем это, чего вы киваете это? Вы что, безобразие просто. Лишь у нас люди хорошие такие, и вдруг говорят, что дети это эксплуататоры. Ну ладно, вас не надо. Эксплуатация. Даю определение. У нас же наука здесь. Эксплуатация. Эксплуататор это человек, который же присваивает чужой неоплаченный труд. Чужой, чужой. А это мамин или папин. Это не чужой. Это родной. Можно спокойно сидеть на шее у мамы и у папы и присваивать. Никто вас эксплуататором не назовет. Но. Ну если и назовет, то в порядке этого, как говорится, довели вы его. А вот, когда уже лет 30 или 40 и все папа или мама содержит, то это уже начинается. Вот это уже иждивенчество в другом смысле, да? То есть он вроде и родственник, но вообще это кто тут уже виноват. Родители уже виноваты. Их надо осуждать. Ага. Он говорит, а у меня умрет. Ну так. Ничего не умрет. Вылил ему полочку в холодильник и говорит, вот твоя пустая полочка. Чем хочешь, тем заполняй. Говорит, а у меня денег нет. Иди заработай. Так это вставать надо рано. Ну можешь не вставать, но зато и не можешь, и не есть. Никто тебя не заставляет и все хорошо. Полочку в холодильник. Пустую. Ну, чтобы не занимали высоту. Человек мог знать, что это его. Он сколько тут вот сюда поставил, сколько он отсюда и забрал. И никто не брать, ничего. А там и нечего брать. Все хорошо. Очень простой рецепт. Но дети не эксплуататоры. И инвалиды не эксплуататоры. Вот вы возьмите назад свои слова, пока они поздно. А эксплуатация-то присвоение чужого не оплачено туда. Вот вы ни сват, ни брат. Я говорю, пойдем, будете мне пол мыть, потом будете что-то убирать, потом будете вскапывать у меня на даче. А я буду, а что вы будете делать? А я буду смотреть, как вы убираете, попуете. А еще что? А еще вы будете ходить мне в магазин и так далее. И что это будет? Присвоение чужого не оплачено. Но для денег вы будете мне давать? Не буду. Или буду давать мало. Вы будете 8 часов работать, я вам оплачивать буду 2. То есть 6 часов чужой не оплаченный труд. Присвоение чужого не оплаченного труда есть эксплуатация. А тот, кто и живет за счет чужого не оплаченного труда, как называется? Эксплуататор. Ну тут все понятно. Ну это вот мы такие наброски сделали, связанные с тем, что в зависимости как классифицировать людей. То есть кого считать эксплуататором, кого не эксплуататором. производительный труд, непроизводительный труд, труд в духовной сфере, услуга. Или это непосредственно материально-производительный труд. Все это разное. И надо было навести этот порядок вообще. Почему? Потому что народу сколько на земле? Миллиарды. Миллиарды. И как вы собираетесь их изучать? Для того, чтобы их изучать, надо их классифицировать. Иначе это невозможно вообще изучать такое количество людей. Сколько сейчас миллиардов человек живет на земле? А? Не надо приписки делать. Не надо убавлять. Еще они живут. Вам не стыдно, вы их мертвые занесли? Два миллиарда написать, туда прибавить. Два миллиарда убавить, ничего не стоит человеку. Какой у вас такой взгляд на человечество? Что вы замышляете такое? Ну ладно приписывать. А убирать сразу два миллиарда? С чем это идёт? Какое у вас такое новое оружие есть уже? Или у всех эксплуататоров? Да их сколько не наберется эксплуататоров? Да их меньше гораздо. И сразу одним махом раз и нету больше эксплуататоров на земле. А кто говорит? Да, есть один конфликтолог у нас. Он тут раз и всё это порешил. Ну кто-то скажет сколько у нас людей? Что это не маленькая? Цифра не важная что ли? Вас интересует сколько по народу на земле? Семь. Вот, учитесь. Учитесь. Семь миллиардов. Ни пять, ни девять. Не приписывать не надо, не убавлять. А то конфликтовать будем с вами. У нас какой конфликт? На экзамене элементарный. Сколько вам надо сказать? Пять. Два. Конфликт? Не, ну конфликта может не быть, если вы там не будете замахиваться. Мало ли чего. Если вы умираете два миллиарда, я уже боюсь. Надо будет вам что-то по четыре поставить и разойтись. Как это? Мирно. За четыре-то не будете уже драться со мной? Да еще приведете товарища, он так подозрительно смотрит. Сначала ему поставить, потом меня поставить. Надо сразу решать вопрос в целом. Так. Так вот, теперь встает один вопрос такой. На засыпку. Я его приготовил специально. Кто открыл классы в обществе? Какой ученый фамилия? Какие ученые? Кто вам сказал? Вот откуда вы такое-то узнали? Вот попробуйте. Я вам только что говорил, что надо брать сведения от надежных людей. Так откуда вы почерпнули такие сведения, что открыл Маркс Энгельс? Чего вы на них валите все? И так на них много навешали. Ну откуда у вас такая информация? Поделитесь. Ну это правильно, если я спрашиваю источник? Правда? Но если бы вы меня оклеветали, я бы сказал, где у вас доказательства? И суд бы на вас подал. Но тут вроде не тот предмет, что на вас в суд попадает, что кто открыл классы. Ничего про Маркса Энгельса ничего не сказали. Но если вы им приписали, вам приписать Маркса Энгельса, что они не открывали, ничего не стоит. Как бы они к этому отнеслись? Вот какой-то серьезный ученый говорит, он еще вот это сделал и вот это. Я этого не делал. Это не я делал. Ну потому что он что же будет? Как это вот взять и приписать Марксу то, чего он не открывал, и Энгельсу, и другу его? А не возмутились бы вообще сказать? В чем вы тут учитесь вообще в университетах Санкт-Петербургских? Вы тут выпускаете президентов, премьеров и даже не различаете вообще, кто чего сделал, кто открыл что. Что за кашу? Кто написал? Кто открыл классы? И вы не знаете. Ну то я только на вас надеялся. И так вы тогда нас выручили. Но она знает 7 миллиардов, от нее я больше не пристаю. Все, она алиби имеет. А другие еще нет. Вот вы тоже там вот, у вас должок. Конечно, вы сказали, что нельзя под луной загорать. Кто открыл классы? Это крупные открытия, нет? Классы, классовая борьба, серьезные открытия, на него все ссылаются. А некоторые даже отказываются от этой теории. Но прежде чем отказываться, она начала узнать, кто это вообще заработал так. Что, никто не знает? Тогда очная ставка. Очная ставка. Знаете, что такое? Вы на кого ссылались? На Маркса? Приводим Маркса. Значит, Маркс. Иосифу Вейдемейеру, Нью-Йорк. Лондон, 5 марта 1852 года. Зачитываю. Значит, собрание сочинений Маркса и Энгельса. Вы на Энгельса тоже немножко так ссылались. Дескать, он тоже виноват вместе с Марксом. Издание 2, том 28, страница 424 и 427. Записывайте, записывайте. Сочинение Маркса и Энгельса. Ну, издание 2 можно не записывать, это вот последнее издание какое есть. Том 28, страница 424 и 427. Вот пишет Маркс и Иосифу Вейдемейеру в Нью-Йорк из Лондона, 5 марта 1852 года. Давно. Что касается меня, то мне не принадлежит не та заслуга, что я открыл существование классов. Он от вас отмежевывается. Маркс скажет, нет, 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 нет. В современном обществе не та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, а вот этого не знаете, что он сделал нового, сейчас он вам скажет, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Чувствуете, вот курс у нас как построен? Сначала фазы были производства, формации, потом мы перешли к этой теме. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Вопросы есть? Вопросов нет. Если вы не верите, что это надо, надо дать посмотреть, понюхайте, убедиться, что есть так. А кто открыл классы? Какие такие буржуазные историки? Вот у вас вот есть эти самые вот игрушки. Набрал там Тьерри, Минье и Гизо. Каждого набираешь и смотришь. Вот все они, вот эти три буржуазных историков открыли классы. Тьерри, Минье и Гизо. Вот с какой стати эти самые буржуазные историки занимались открытием классов? Почему они вообще занимались? Это те буржуазные историки, которые вот были идеологами великой французской буржуазной революции. Не то, что они не единственные идеологи, но входили в число этих идеологов. Тьерри, Минье и Гизо. Представьте себе ситуацию, которая сложилась во Франции перед революцией. Правящий феодальный класс, феодалы, уже понимал, что дни его сочтены. И он был заинтересован в том, чтобы как можно дольше удержать свое господство. Так что для этого нужно было сделать? Для этого он взялся в лице своих идеологов доказывать, что управлять обществом, государством могут только благородные. Ну, как и было при феодализме. Вот если у вас папа граф, ну и вы можете управлять тоже государством. Вот у Ленина, например, папа был дворянин, и Ленин тоже управлял государством. У Дзержинского папа был дворянин, и он в очаха мог руководить. Калантай послом была, но она тоже дворянка. Ну, правда, там все это вот смешалось, только больше яд, что-то дворян там не сильно много было среди представителей советской власти. Но войти-то законно как бы. С точки зрения феодальных историков, законно уже управляли государством, а остальные вроде как примазывались к этому. К Ленину многие примазываются. А он и не дворяне. А он вот дворянин. Когда в ссылку его послали, у него денег больше, и мы давали как дворянину, чем вот вас послали или меня. Мы выходили все время голодные, а он книгу писал. Видно, не траловался. И поместье у них было в Кокушкино. У вас есть поместье? Что хотите. И вот они начали доказывать, что руководить могут только благородные. То есть всякая чернь, а буржуазии тоже, как считали феодалы, тоже чернь. И буржуазии не могут. Откуда эти? Из разночинцев вышли, неизвестно из кого. Появились вот тут, уже богатенькие стали. Они не могут управлять государством, только все испортят. И вот тогда и выступили буржуазные историки, которые должны были идейно сначала обосновать, что руководить государством могут и другие группы большие. Не только феодалы. А для того, чтобы это обосновать, они вот такую классификацию в обществе и сделают. Для того, чтобы сделать классификацию эту, которая называется делением на классы в обществе, нужно выработать принцип классификации, правильно? Какой принцип классификации? Вот вы бы взяли, это были бы Теремии или Гизо. По какому? По размеру носа, по цвету глаз, по длине волос. Давайте, у тебя короткие волосы, это один класс, а по длине волосы, другой класс. Сразу женщины все в один класс попадут. И некоторые мужчины туда, в малом количестве футболистные борода. По какому принципу будем делиться на классах? По принципу положения в обществе. В обществе? Ну, по положению в обществе, конечно, у вас есть правящие феодалы, и мы правящие. Вы что, идеолог, что ли, феодалов? По положению в обществе. Вот видите, у меня какое положение? Вот, что я профессор, доктор наук, а вы кто такой? Студент. Ха! И это вы с этим вот и выступаете? Что это один, это другой класс студенты. Так я тоже студент, думаю, как вы меня зачислили? А вы, может быть, будете академик? А я вас сейчас раз в какой-то другой класс? Или будете, вот у меня этот Кудрин был дипломником, а он стал министром финансового. А вы, может быть, будете министром экономического развития, а я вас куда-то там. Или министром конфликтов. Будете их разжигать и гасить тут же. А я вас какой-то, да, загнал в какой-то класс. Нет, так не пойдет. По положению в обществе. А? Какой принцип деления на отношения на эти классы? Так еще мы не знаем, что такое классы, а вы еще какие-то отношения нашли. Принцип деления на классы еще хотим узнать. Еще классов нет. Принцип деления обсуждается. Давайте по ушам. Если растопыли на уши, один класс, а очень прижатый, другой класс. Давайте какой-то принцип выработаем и будем руководствоваться. Вот есть, так сказать, как это говорить, низколобый и высоколобый. Давайте. Яйцеголовый. Так, что такой может принцип. Какой-то, вы дайте какой-нибудь принцип. А все удовлетворяют. Всех в один класс. Я вас просил классификацию сделать. У вас все удовлетворяют. Все в одно смешали, в кучу. Это вам дали первый, второй, третий. А вы слили в таз и начинаете хлебать. Что вы делаете-то? Детский, я все равно в животе все перемешаюсь. По принципу удовлетворения потребностей. Какой тут принцип удовлетворения потребностей? Все удовлетворяют. Между прочим, и кошки удовлетворяют. Тут сразу другие животные подойдут. Скажут, и мы тоже хотим в ваш класс. И тоже, к тому же, корыту. Чувствуете, как тяжело было вот? Тьерим, и е, и еду. Материальное положение. Материальное положение, то есть, а что это ж как? Как вы понимаете, материальное, деньги что ли? Доступ к благам. Доступ. У кого открыт, у кого закрыт. Ну, у феодалов доступ к благам был хороший. То есть только по распределению, у кого какой доступ к лагам, у кого больше доступ меньше, тут как-то сильно не разделишь, ну что ж. Но тогда это будет богатый и бедный. Можно, конечно, такое деление сделать, но это не совсем будет класса, правда? Могут быть богатые эти самые мелкие буржуа и бедные капиталисты какие-нибудь. Подношение к средствам производства? Подношение к средствам производства. Смотрите, он начал там творить уже. Подношение к средствам производства. Что, любит, не любит? Любит руками делать или любит с помощью средств производства? Это имеется в виду, как вы понимаете отношение? По принципу включенности. Что значит включенность? Кто включен прямо в станок надо засунуть человека, чтобы он был включен? Или кто умеет включать станки? Как принцип включенности-то? А, те, кто не работает? Те, кто работают, отчуждены от цели, а те, кто не работают, наоборот, они с целью все время. То есть у меня цель, а вы работаете, реализовываете мою цель. Это имеется в виду. Как-то сложно у вас закручено. Ну, принцип вот сформулировать надо какой-то. Принцип должен быть простой. Вот согласитесь, когда принцип... Что такое принцип? Это руководящее правило. Основное правило какой-нибудь деятельности. Принцип. Он не может быть таким подробным и метееватым. Это уже не принцип. Если принципиальный человек, он держится в положении. Вы сформулируете свое положение. У вас положение, вы как-то его размяли, куда-то растащили. И все время меняете. Сюда и суток у вас поймаешь. А вы как воробе, раз на другую ветку. Я туда, а вы уже на третью ветку. Я за вами бегаю, бегаю и никак не могу понять, какой у вас принцип. А вы говорите, не трожьте меня, я принципиальный человек. И прилетаете на следующий. Так, ну, мы должны оценить, что сделали французские буржуарные столицы. Они взяли принцип делить людей по положению в общественном производстве. Просто и понятно. По положению в общественном производстве. Деление накладки – это отделение людей по положению в производстве. А вот тогда уже, если вот этот принцип разглашен, чтобы его применять, принцип деления накладки по положению в производстве, надо тогда разобраться в том, в чем заключается положение в производстве. И вы некоторые вообще вещи правильно сказали. И вот есть такая работа у Ленина «Великий почин». Наиболее подробно он это раскроет, положение производства в этой работе. Вот нигде вот нет столь подробно и ясно, чтобы было изложено. И работа маленькая. И запомнить легко. И там и о диктатуре притериата, вопросы о положении женщины. Написано, что мы не оставили камня на камне от всех законов, которые женщина делает неравным мужчине в области правовой. А все равно она остается домашней рабыней и привязана к кухне и к детской, которая ее задавливает работой и с нервничьей, и отупляющей, и забивающей. Поэтому нет неравенства между мужчиной и женщиной. Нет неравенства социального. Когда говорят о равенстве в обществе, говорят о возможности для развития. Правильно? Нет таких возможностей. И сейчас такая же картина. Сейчас неравенства у нас нет правового. А с другой стороны, ну вот, легко устроить детский сад, чтобы могла женщина работать? Или в детский сад? Нелегко. Годами надо стоять. Когда уже вырастет у вас ребенок, тут как раз и очередь подойдет. Но это попутно там об этом идет речь. То есть речь вообще о социальном неравенстве. А вот там определение классов. Что входит в понятие положения производства? Это место в исторически определенной системе общественного производства. Место в исторически определенной системе общественного производства. Какое может быть место? В деревне или в городе идет работа? Да? Это важно же? В сельскохозяйственном производстве или в промышленности где-то здесь? В городской промышленности или в сельской местности? Место в исторически определенной системе общественного производства. Ну, историчка тогда-то складывалась, выделение труда определенное, и есть производство сельскохозяйственное и производство города. Раз. Второе. Отношение к средствам производства. Вот то, что вы взяли, коренное, можно сказать. По большей части закрепленное и выраженное в законах. По большей части, но не обязательно. Так, если это не... Потому что сначала появляется это отношение к средствам производства, а потом закрепляется в законах, а не наоборот. Право вытекает из экономики, а не экономика из права. Это два. Третье. Роль в общественной организации труда. Одни вот управляют, а другие подчиняются. Вот рабочие на заводе. Что он делает? Кем он управляет? Никем. Станком он управляет. Нет таких людей, которым он управляет. А им кто управляет? А все, кроме рабочих. Все остальные им управляют. И начальник участка, и начальник смены, и директор, и начальник цеха, и главный инженер, и начальник производства, и заместитель по тому, по тому, по сему, и генеральный директор. Все им управляют. И собственник тоже им может управлять, естественно. Все им управляют. Вот различие. Один управляет, другой подчиняется. Вот сейчас у нас разделение какое труда. Вы сейчас подчиняйтесь, вроде как. Пишите это, учите это. А я управляю. Потом вы сдадите мне и сказали. Нам не важно, что вы нам говорите. Здрасте, здрасте. Все. А не ходи и не здоровайтесь. Свободные люди. Сейчас, вроде, на всякий случай надо поздороваться. Чуть все узнает, экзамены уже впереди. А потом он и не здоровался. Ну почему-то еще здороваются люди так. Верли народ. Дальше, размер той доли и способ получения той доли общественного богатства, которое они располагают. Вы наиболее близко, если все группы подошли к этому. О, вы. Я должен отметить. Я же на вас нападал, я же вас и хвалю. А всегда нападают на тех, кто что-то делает. Кто молчит, кто на него будет нападать. С ним никто не разговаривает. Размер и способ получения той доли общественного богатства, которая не располагается. Ну размер понятно. Кого больше дадут, кого меньше. А способ получения, допустим, вот вы рабочий, а я мастер. Я вам наряды выписываю. Меня поощряют за экономию фонда заработной платы. А фонд зарплат вам идет. Чем больше я сэкономил, тем больше денег мне дадут. Чем меньше я сэкономил, тем меньше мне денег дадут. Чем больше вы получили. Разница есть, правда? Поэтому и тут проявляется различие. Вот сколько получилось? Пять признаков. Пять признаков, которые характеризуют положение людей в производстве. А если это... Это мы развернули сейчас. А если теперь это свернуть, и не забывать, в чем это выражается, то когда мы все свернем, мы возвращаемся снова к тому же, что деление людей на классы – это разделение по положению в производстве. Вот у вас одно положение, у меня другое, вот третье и так далее. Мало того, это должны быть большие группы людей. Вот у Ленина говорится, большие группы, классы – это большие группы. А что значит большие? Вам, кажется, у метро пять человек собралось – это много. А я считаю, что мало. Или наоборот. Что такое большие? Большие – это сравнимые с размерами общества. Знаете, есть такое... В науке такое понятие «порядок», что однопорядковый, допустим, если в обществе у нас 150 миллионов в России, ну, у нас надо где-то сотни, десятки миллионов будет. Подтянуло на классы. А эти сотни тысяч – это небольшая группа людей. Уже на слово «большое» не темно. Это много людей, да. Но большую группу социальную не составляет. Поэтому, хотя, скажем, между рабочими и интеллигентами различие классовые, в том смысле, что рабочий класс – это класс. Интеллигенцию классом не называют. Хотя Карл Каутский в свое время, известный марксист, до того, как он перестал быть марксистом и стал ренегатом, как его Ленин потом называл, Ленин советовал учить, и вот хорошие книжки были у Каутского марксистские, до того, как он изменил делу марксизму. Вот он говорил, что интеллигенция – это тоже класс. Ну, в том смысле, что если вы разделили общество, скажем, на рабочих, и интеллигенцию, и больше никого нет, ну, крестьян уже нет, допустим. Больше никого нет. А все управленцы – это тоже интеллигенты. Правильно? Вот, скажем, вот интеллигенты, вот рабочие. Раз у вас один класс есть, то второй фактически, раз он рядом с этим, он фактически как класс выступает. Но не класс, потому что и размеры нет, и все-таки, и все-таки, вот так сложилось в науке, что интеллигенцию классом не называют. Но для полного уничтожения классов надо уничтожить различия между интеллигентами и рабочими. Правильно? Социально. Если вы не уничтожите, хотя бы один класс остался, значит, нет полного уничтожения классов. Надо, чтобы вообще не было. Чтобы вообще не было, тогда будет полное уничтожение классов. А что для этого сделать, я уже говорил. Это надо не думать, что с людьми сделать, а надо, чтобы свободное время у них увеличилось. У нас увеличивается свободное время или уменьшается сейчас? Как у нас, скорость движения транспорта увеличивается или уменьшается? Все меньше и меньше. Мы вперед же идем. И вот один человек дорогую машину купил, другой дешевую, а третий пешком идет. Особенно интересно идти пешком, когда все стоят. Они стоят. Я, а ты идешь. И однажды вот мы переезжали. Мне очень нужно было срочно ехать, и я на машину сел. Меня подвозили. И вот мы подъехали к Кировскому мосту. И вот мы как встали так вот прямо зацелили, и там много-много машин. А девушка так, она, тюк-тюк-тюк, тюк-тюк, на каблучках пошла-пошла-пошла. А мы ее догоняем, догоняем, догоняем. Потом она уже вот уже перешла этот мост, а мы все мчимся за ней на мощных машинах с моторами. Она давно уже ушла от моста. А мы все едем и едем. Но на Мекседесах, на некоторых курсах, есть телевизор. Она выстановилась, сначала включается телевизор. Как только вы поехали, он выключается, чтобы вы не вредились никому. Это очень удобно и хорошо. И некоторые так и сидят в пробках, смотрят телевизор. И какая разница у кого, какие виды машины, они все равно в пробки ставят будут. Я вот проверял вот от моего дома сюда 2 часа 20 минут. Это если пешком идти. А если ехать на транспорте, то чтобы мне не опаздывать на лекцию, я ведь никогда не опаздываю к вам на лекцию. Заметили? Для этого я должен выйти за 2 часа. Разница 20 минут. Но это если на трех видах транспорта я еду. Я еду до метро, на трамвай или на автобус. Потом на метро, до Петрограсска. Потом на автобус. И все это интересно. Я перехожу вот так, и так, и так, и так. Это вот за 2 часа я точно добираюсь. А иногда меньше. Но я пробовал позже выходить, опаздываю. Ну как-то мне вот, там некое вот задерживаются. Он скажет, мы студентам, нам чего? Мы еще не преподаватели. Чего вы нас строго суете? Мы еще учимся, мы в становлении. Я скажу, сколько уже в становлении вам уже? Какое становление? Вы еще нарушаете дисциплину. Так что, вот такая картина. Получается, что общество тем самым делится на классы. Какие классы в современном российском обществе? Можете назвать? На какие большие социальные группы делится в современном российском обществе? Их, во-первых, мало. Больших мало. Маленьких много. А больших мало. Сколько больших групп? Называйте. Ну как называются-то они? Господствующие, угнетаемые. Название дайте, а потом уже будете говорить. У нас нет, и тема обсуждается. Господствующие, как называется. Название дайте. Назовите классы. Раз, два, три. Сколько там у вас классов? Шесть, семь, двенадцать, один, два, пять. На самом деле, видите, все нам хватает. До десяти считать даже не надо. Какая красота. Можно один из того, чтобы забыть. Польтериат. Так, польтериат. Или рабочий класс. Рабочий класс. Раз. Мелко буржуазие. Мелко буржуазие. Два. Крупный буржуазие. Почему крупный? Просто буржуазие. Просто буржуазие. Три. Три класса. Все правильно. Теперь остается только определить, что это за классы. Значит, рабочий класс, наемный, нанимается кому? К собственникам средств производства. А что он нанимается? Он продает что? Что рабочий класс продает? Что он может продать? Руки? Да. А как это точить? Способность к труду. Это что такое? Как называется способность к труду? Название. Научное название способности к труду. Рабочая сила это называется. Прямо так и определяется. Рабочая сила это способность к труду. У всякого она есть. Способность к труду. А более длинное название будет, или более длинное определение, это и способность к труду. Рабочая сила это совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются всякий раз в ход при производстве материальных благ. Именно материальных благ, потому что, что касается духовно, это сила ума. Или разум, это другой вопрос. А здесь способность к труду. Вот человек, который живет продажей своей рабочей силы, у него товар только один. Он свободный от всего, полностью свободен, в том числе от пищи. Хотите покушать, приходите ко мне, если я капиталист. Только я вам много не заплачу, сами понимаете, трудно сейчас. Идите погуляйте, подумайте, может кого найдете. Вы пошли погуляли, подумали, приходите, Михаил Ильич, нельзя ли у вас это все-таки устроиться на работу? Можно, но я же вас предупреждал, что много-то не получится. Да ладно, она уже ходила, а я-то с тем капиталистом договорился, с Александром Ивановичем договорился, что он там больше не платил бы, чем я, ни в коем случае. С Игорем Дмитриевичем Осиповым. Игорь Дмитриевич, вы там смотрите, у нас все-таки союз же. Вы знаете, из союза промышленников, предпринимателей, они собираются и договариваются. Вот этому ни в коем случае, если он придет, больше это ни в коем. Если будет, мы смотрим, у нас сейчас есть люди, которые без головы останутся. Мы его не тронем, мы у вас, Кокоша. Есть такие угрозы у нас? Кому они направлены? Капиталистам. Которые нарушают общий фронт капиталистический. А то вы затребуете, заломите такую цену, так мы разоримся. Вас мы не трогаем, вот этот будет сейчас у нас отвечать. Раз и не стало его. А что случилось? Ой, что случилось? Упал. То директор завода Кировского упал с пятого этажа. То кого-то вдруг из базуки грохнули, прямо на набережной у нас университетской. А бронированный был автомобиль. А он ничего, он между там, где двери сочленяются, туда прямо попали из базуки. Гранатомет, побах, и нету человека. Или был такой вот депутат ЗАГСа Новоселов, выходит из ЗАГСа на Мариинском дворце. Подходит гражданин, кладет ему сверху, над его головой на машину. Такой блин. Отходит, раз, блин взорвался, голова взорвалась. И выполнил требования, о которых договорились. А вас мы не трогаем у нас. Это наши свои разборки. Между нами. Те, кто нанимает работников. А как называются те, кто нанимает работников и использует их рабочую силу? Ну, так тоже называют. Но как название класса? Это класс эксплуататорский. Буржуазия. Вот буржуазия. Буржуазия что делает? Она купила вашу рабочую силу и с вами честно расплачивается. По какой цене? По какой купила, по такой с вами расплачивается. Вы создаете материальный бак, вот столько. А вот столько стоит ваша, так сказать, заработная плата. Вот мы честно с вами расплатились и все, вы свободны. А это все наше. Потому что эту рабочую силу я приобрел и имею право ее использовать в течение 8 часов рабочего дня. Я ее использую. А как я ее использую, вас вообще не касается. Если вы ко мне нанялись, правильно? Виктор Акач в лекции перезвонил. Вас это не касается. У вас другой класс. Идите работайте. Тут я управляю, а не вы управляете на заводе. А на улице идите там шумите. Там правда ОМОН есть, но это другой. ОМОН и мы наняли, конечно, это не вы наняли ОМОН. А то вы там начнете будить, потом требует, что забудете. Идите, вон конфликтологи вас успокоят. Они вам расскажут, что не надо конфликтовать. Еще какой класс у нас есть? Третий. Вы сказали, мелкой буржуазии. Определение мелкой буржуазии какое? Мелкий хозяйчик, работающий народом. То есть это человек, трудящийся раз. Во-вторых, у него есть средства производства. Он своими средствами никому не нанимается. Сам мучается. Построил себе ларек. Набрал этих каких-то ржавых досок. Туалета у него нет, там ведро. И там научно-технический прогресс внедряет. Поддержит меткий бизнес. И у него машина шикарная. Старая-старая какая-нибудь модель Жигулей. И он ее загрует помидорами, луком, капустой и возит. И работает. Сколько он работает? Никого не волнует, сколько он работает. Сколько часов? Хочешь, 3 часа работает. Хочешь, 30 часов работает. Но 30-ти нет, 24-х. Поэтому он работает 22-21. Потом разоряется. Потому что приходит какие-то товарищи. Говорит, а что, у вас ларек стоит близко, сликнули для трамвайной остановки. Валентина Ивановна взяла и разрезала все лареки. И потом она стала у нас председателем Верхней Палаты нашего парламента. Совет Федерации. Совет. У нас советская власть. И Совет Безопасности у нас есть. И Государственный Совет. И у нас ученый Совет есть на факультете. У нас все советское. И я вам советы могу давать. И вы мне уже с ней советы давать. У нас страна Советов. Каждый, каждому дает советы. Но мы с вами ищем точное определение. Вот мелкий хозяйчик, работающий на рынке. Это третий класс. Он большой. Какова его судьба? С одной стороны, его все душат. И никто его не любит. Потому что кто это? Он все равно скажет, что дорого у вас все. С другой стороны, он может существовать в условиях империализма. Потому что здесь сами монополисты крупные такие цены заломили, что даже вручную можно что-то получать. Какой-то доход. Если вручную делаешь. Они, конечно, вручную и делают. Вот капиталисты у них это на станках делают, рабочие, много и дешево. Они получают большую прибыль. А это делают все вручную. И без техники практически. Поэтому у них это все очень дорого и тяжело. Но надо поддерживать. И как поддерживать? Ну, как в Москве поддержали? Взяли всех ларешников, которые оформили себе все эти ларьки, все эти помещения. И у них свидетельство о собственности было. Приняли решение. Их всех раз! И в одночасье убрали. Они там пошумели-пошумели и разошли. Это что такое мелкобружадейцы? Что она может сделать? Ничего не может сделать. Это не рабочие. Поэтому кто с ней считается? Так что самое тяжелое дело быть в мелкобружаде. И не туда, не сюда. Справа бьют, слева бьют. Рабочие бьют в мелкобружаде за то, что она хочет стать капиталистом, хотя она на самом деле трудящаясь. Капиталисты их бьют за то, что они хотят тоже стать капиталистом. И отобрать у них, вступить в конкуренцию с ними, душить их надо. То есть тяжело быть мелкобружадеем. Но партия их защищает. КПРФ защищает больше всего. Поэтому КПРФ, можно сказать, самая защитница мелкобружадей у нас. Она мелкий бизнес поддерживает и трудящихся. Обратили внимание? Поэтому. Меня вот один товарищ приехал и спрашивает, что вы так вот называете нашу партию мелкобружадную? Я говорю, так большевики всегда с мелкобружадеем, и всегда с партиями мелкобружадеем сотрудничают. Уважаем мы вас. Поэтому называю я мелкобружадной. Если это буржуазная партия, я бы сказал, что я критикую. Нет, раз мелкобружадея трудящаяся, партия трудящаяся, надо же уважать. Я уважаю. Ну вот. Ну и интеллигенция есть. Какая интеллигенция? А тут разные интеллигенты обслуживают интересы разных классов. В чем задача интеллигенции? В общем-то, ее положение тоже мелкобружадное. Только она торгует не помидорами, не огурцами, а чем? Говорит, давайте продайте образовательные услуги, продайте медицинские услуги. Зуб заболел? Пойдите, вон там есть медтехник, который частным образом вас делает. У него лицензия есть на это дело. Он поковыряется, поковыряется. У него потом спрашивают, сколько он у тебя вырвал. Зубы пошел рвать. Да, говорит, 200 долларов вырвал. Так что такое дело. У нас и в мелкобружаде медицине, и образование у нас частным образом бывает. Некоторые вообще в школу не вводят детей, прямо их так и учат. Нанимают репетиторов, и они... Я сам тоже репетитор в школу. В школе мне сказала, физичка говорит, иди вот туда по репетитору, девочка, позанимайся, только пусть тебе это не уменьшает денег. Деньги пригодятся. Это мелкобружадная задача такая. Потом я репетитор в школу при приеме был, в университет математику преподавал, репетитором был. Тоже денежки заплатили мне, и не поступила та, которая помогала. Ну, тут я не виноват, потому что как я не помогаю, никак я не поступил с такими знаниями. Но деньги заплатили. То есть, какое положение интеллигенции? Кто-то ее ведь содержит, эту интеллигенцию. Ну, кто содержит? Либо государство. Да? Вот нашего брата преподавателя, кто содержит? Наши государственные университеты? Вот государственные, государство заботится, чтобы мы не умерли. А потом взяли и сократили студентов сразу на 20% с переходом со специалитета на бакалавриат. Было 5 лет обучения, стало 4. Сколько надо уволить преподавателей? Задачу можете решить такую? Сколько процентов? Ну, было 5 лет, а стало 4. Ну, нагрузки стало естественным. Вам обучение, а нам нагрузка. Как бы нас нагружает, чтобы вас разгружать. На 20%? Ну, так же нельзя с преподавателем взять и их уволить 20%. Что стали делать? Собирают вузы, соединяют. Кучу. Потом говорят, а что это 3 кафедры политэкономии? Не может быть 3 кафедры в одном вузе. У нас же, в общем, был инженерно-экономический, финансово-экономический, экономики и сервиса. Раз, выбрал экономический университет. Потом говорят, а зачем 3 кафедры экономической теории? Не надо. Значит, уже 2 заведующие кафедры улетели, ну, профессора. А зачем столько профессоров, зачем столько доцентов? Раз, раз их. У нас нагрузки столько нет. А как вот их уволить? Уволить у нас нельзя было бы, нам 5 лет по конкурсу были. Ничего, конкурс делаем ежегодный. Чтобы вы не забывали, где вы находитесь, и насколько вы... Пока вы там прошли, а пройти у нас там такая сложная, что-то эти кафедры, потом институт, потом большой совет, вот чтобы, скажем, профессором стать, надо вот это все это тянется несколько месяцев. Как только оно протянуло, что-то как раз и отпуск. И до конца августа. Ну вот я, например, поскольку у меня в иностранных журналах опубликованных на иностранном языке, а сейчас важно в России опубликоваться не в России, а вот где-нибудь на Западе. Тогда я на три года. А другие на два. А на один уж совсем. Ну, одним словом, там сразу сокращается количество. И поэтому, значит, вдруг политехнический университет соединяют с заводом в Тузом. Нет больше завода в Тузо, при металлическом заводе. Или соединяют, смотрят, вот, есть институт советской торговли, а потом это стал институт, нет, университет. Торгово-экономический. А он рядом вот, к несчастью, проходит политехническая улица. Рядом. А он вообще на Новосибирской стоит. Ну и рядом политехнический. Думает, так надо к политехническому присоединить. Вроде бы политехнический университет. Какое отношение к нему торговли, к экономике? Никакого. Соединили. У меня коллега там заведовал кафедрой. Он спрашивает, а где, зачем две кафедры-то? Философии. Не надо в одну будет. Раз. И стал он профессором кафедры правой истории. Потом решили, зачем эти кафедры? Давайте их тоже соединим. И сделали какой-то центр, обществоведческий центр политехнического университета. И все. Все это в кучу историков, экономистов, философов. Путь они там разбираются. То есть никто так вот с нами так грубо, чтобы взять уволение, не поступал. Нас уважают. Интеллигенты все-таки. А то они что-то сделают грубо. Они начнут писать, говорить, выступать. Знаете, значит, люди образованные. Лучше не взятываться. Как-то надо сделать так. Тихонько, тихонько, тихонько. Но вот пока три года еще не делают. Может, еще будет движение такое, посмотрим. Вы уже поняли, что можно вот четыре года сделать, никто не умирает. А то вот один пришел. Пришел со шкурой. Говорит, сделайте мне шапку. Из этой шкуры. Он говорит, сделаю. А две? Можно и две. Ну, три тогда. Могу и три. Так вот дошли до шести. Говорит, а семь можете сделать? Нет, говорит, семь уже не могу. И мы там делали шесть таких маленьких. Понес. Ну, это уже движение тут идет, какие тут есть. А мы тут не берем какое-то деление классов. Это вот что происходит в силу того, что разные положения и разные проблемы у разных представителей. Потому что, если я артист, то вам песня строить, нам жить помогут. Я пою и благодаря этому живу. А вы живете благодаря другому, а это вам нравится. Вы слушаете, как я пою и так далее. Так. Значит, вот мы с вами выяснили, что такое классы. А в каждой общественно-экономической формации свои классы. И если мы пройдемся по формациям, это очень ясно. Рабовладельческий строй. Рабовладельцы и рабы. Ну, там еще есть свободные граждане, а не так их много. Потом феодалы и крестьяне. Но там потом появляются ремесленники, а потом появляется буржуазия, начиная с уже в феодальном обществе. Или это буржуазия и рабочий класс, и мелкая буржуазия. Или общество бесклассовое, скажем так. Социализм – это первая фаза бесклассового коммунистического общества. Она была в Советском Союзе с середины 30-х годов. А что значит первая фаза? Это значит неразвитый коммунизм с родимыми пятнами старого общества. То есть эксплуататорских классов нет, а все остальные классовые признаки остаются. И по роли в общественной организации труда, и по способам получения размером той доли общественного богатства, который располагает. И по месту в исторически определенной системе общественного производства. Ну вот по отношению к средствам производства нету различий, считай. То есть что-то в основном уже определены различия, но остаются, продолжают оставаться. Поэтому это не полный коммунизм, и называется первой фазой коммунизма и так далее. Вот таким образом. Так что это очень важный такой прием методологический, необходимый для изучения общества вообще. А общество в целом надо рассматривать развитие как развитие в ходе классовой борьбы. Классовая борьба и определяет развитие общества. Можно ее не замечать, делать вид, что ее нет. А вы закройте оба глаза, и вам покажется, что темно. Так что так и бывает. И начинает о чем-то другом говорить, и что-то другое делать. И забывает, что это открытие, это не Маркса, и не Энгельса, и не Ленина. Открытие французских буржуазных историков. Открытие тех, кто хотел истину добывать в отношении общества, а не приспосабливаться к интересам господствующего класса. Так обстоит дело. На этом лекция сегодня заканчивается. Спасибо за внимание.